Здравствуйте! Тема урока сегодня – пищевые связи в экосистеме. Экосистемный уровень организации жизни включает ряд новых понятий. С некоторыми из них вы уже знакомы. Биоциноз, биотоп, биогиоциноз, эдификаторы, продуценты, консументы, редуценты. Экосистема – это функциональная система, которая включает в сообщество живых организмов и их среду обитания. Одна из важных характеристик экосистемы – ее трофическая структура. Слово «трофический» происходит от греческого «trofan» – «еда». Эта структура характеризует пищевые отношения между популяциями перемещения в экосистеме энергии. Обратите внимание на слайд. Растения здесь – продуценты. Они находятся в экосистеме на первом трофическом уровне. Гидротрофные организмы – консументы первого порядка, консументы второго порядка, консументы третьего порядка, консументы четвертого порядка. Или первичный, вторичный и так далее консументы. Трофический уровень – это единица, которая обозначает удаленность организма от продуцентов в пищевой трофической цепи. Обратите внимание, как удалены от продуцентов консументы первого и других порядка. Цепь питания – это последовательный ряд питающихся друг другом организмов, в котором можно проследить расходование первоначальной порции энергии. Сети питания – переплетение пищевых цепей. Эти понятия сегодня нам надо разобрать. Послушайте, что по этому поводу писал дед Чарльзу Дарвина и разум Дарвин. Сверепый волк, скормящий волчат волчицу, гроза не венит ста. Орел, стремясь из-под небес стрелое, грозит голубке смертью злою. Голубка ж, как овца, должна кормясь губить ростки и семена. Охотница сове средь ночи темной, не жаль певца любви и негитонной. А соловей съедает светляка, не посмотрев на прелесть огонька. Светляк же ночи светоч оживленный. Вползая вверх, цветок съедает сонный. Этот пример, как нельзя лучше, показывает взаимоотношения организмов по приоритетам их питания. Итак, пищевые цепи. В экосистеме связи между ее компонентами возникают прежде всего на пищевой основе. Пищевая цепь указывает путь движения органических веществ и содержащиеся в ней энергии. Цепь питания – это перенос энергии от ее источника через ряд организмов путем поедания одних видов, другие. Обратите внимание на рисунке на данном слайде. Разберем примеры, данные понятия на примерах. Обратите внимание на следующий слайд. Рассмотрим пищевую цепь, где продуцентом является дуб. На листьях дуба живут и используют их в пищу различные гусеницы. Они – китафаги, значит, занимают трофический уровень первого порядка. Гусениц может съесть синица. Она занимает трофический уровень второго порядка. Синица может стать жертвой сокола, который в этой пищевой цепи будет занимать трофический уровень первого порядка. Вот представлена пищевая цепь. Но на этой же ветке дуба можно проследить другую пищевую цепь. Посмотрите внимательно еще раз на верхний рисунок. Соком этого растения питается тля. Это консумент первого порядка. Тлей питается божья коровка. Это консумент второго порядка. Синица, которая съест в этой цепи божью коровку, будет занимать теперь другой трофический уровень. Консумент третьего порядка. А съевший ее сокол станет консументом четвертого порядка. Мы смотрели две цепи питания. Они являются примером цепей воедания, поскольку начинаются с продукции живого растения, то есть листья или сок дуба. Цепи питания могут начинаться с мертвого органического вещества. Тогда они будут называться цепями разложения. Рассмотрим примеры, которые возникают на листовом опаде того же дуба. Одними из основных разрушителей листового опада, не считая грибы и микроорганизмы, являются микроскопические беспозвоночные. Например, нематоды. Они занимают трофический уровень первого порядка. Обратите внимание на схему, которая расположена на нижнем рисунке. Нематодами питаются почвенные клещи, двуххвостки. Это консументы второго порядка. Консументом третьего порядка может быть из позвоночных бурозубка, отмечено на схеме, а из беспозвоночных жужелица, жук-стафелин. Бурозубку может съесть сокол. Он будет в этой цепи питания консументом четвертого порядка. Но бурозубка может питаться беспозвоночными, например, тем же жуком-стафелин. И тогда она будет консументом четвертого порядка. А сокол, съевший бурозубку, переместится в этой новой цепи и станет консументом пятого порядка. Запомним. Цепь выедания, которую мы рассмотрели первые два примера. Это цепь пастбищная, автотропная. Она начинается с живого вещества организма. Цепь разложения – это детритная, гетеротропная. Она начинается с мертвой органики. Рассмотренные цепи тесно взаимодействуют между собой отдельными звеньями. Мы обратили на это внимание. Когда синица могла из одного трофического уровня переходить в другой сокол, бурозубка и так далее. Такое переплетение пищевых цепей образует пищевую сеть. Посмотрите еще раз. Цепь выедания, пастбищная. Здесь даны другие примеры. Растения, заяц, леса, фитопланктон, зоопланктон, окунь, щука. Данные цепи – это пастбищные. Цепи разложения или детритные, указаны на нижней схеме. Итак, пищевая сеть. Совокупность нескольких взаимосвязанных пищевых цепей, каждая из которых является отдельным каналом, по которому передается вещество и энергия. Данную схему вы можете разобрать с двух сторон. Во-первых, составить пищевые сети на примере данных организмов и объединить их в пищевую сеть. Итак, цепь питания. Что вам надо запомнить? Это последовательный ряд питающихся друг другом организмов, в котором можно проследить расходование первоначальной порции энергии. Сети питания. Переплетение пищевых цепей. Трофический уровень. Каждое звено цепи питания. На схемах представлены разнообразные сети и цепи питания. Примеры еще. Водоемы. Водоемах можно представить несколько цепей питания. Обратите на них внимание. Рязка, карась, щука. Комар, лягушка, цапля. Водоросли, головастики, утки. Один пример. Личинки, карась, щука. Водоросли, рыба, цапля. Какие выводы можно сделать по рассмотренному материалу? Во-первых, вам необходимо запомнить некоторые понятия. Это пищевые взаимоотношения, трофическая структура экосистемы, трофические уровни, консументы первого порядка, консументы второго порядка, трофическое пищевое звено, пищевые цепи, пазбищное, цепь выедания, детритное, цепь разложения. И можно сделать выводы. Трофическая структура экосистемы описывает пищевые отношения между популяциями и перемещение энергии. Продуценты находятся в экосистеме на первом трофическом уровне. Вернемся к слайду, где это указано. На втором трофическом уровне располагаются животные, питающиеся растениями. Это первичные консументы. Организмы, поедающие этих животных, занимают третий уровень и называются вторичными консументами. Каждый организм, занимающий определенный трофический уровень, образует трофическое или пищевое звено. В результате соединения нескольких трофических звенев образуется пищевая цепь. Что предлагается вам выполнить дома? Сделайте по теме записи в тетрадь. В конце параграфа есть интересные и познавательные вопросы и задания. Постарайтесь их выполнить. До свидания. Удачи!